Сегодня госсовет Чуваши собрался на первое в этом году заседание. В повестке дня значилось 12 вопросов, в основном поправки в уже действующие законы. В частности, сразу в двух чтениях рассмотрели изменения в закон о квотировании рабочих мест для инвалидов. Напомним, на предприятиях и организациях определенный процент от общего количества рабочих мест закрепляется за людьми с ограниченными возможностями здоровья. Надо сказать, что в Чуваши этот закон руководители предприятий выполняют добросовестно. Сложность лишь в том, что раньше при расчете квоты учитывались и рабочие места с вредными условиями труда, где инвалиды по определению работать не могут. Сегодня по новому законодательству те условия труда, которые будут определены в качестве опасных и вредных, количество рабочих мест не будет включаться в среднюю списочную численность для определения квоты части инвалидов. К примеру, если, допустим, на предприятии работает 300 работающих, из них 100 занято на условиях труда, которые определены после аттестации в качестве опасных и вредных, то эти 100 не включаются и расчет будет производиться из 200. Парламентарии отметили хорошие результаты работы Республиканской службы занятости. Две трети обратившихся туда инвалидов трудоустраиваются, и это один из лучших показателей в России. Приведен в соответствии с федеральным законодательством республиканский закон об универсальной электронной карте. В частности, срок, с которого электронные карты станут выдаваться в обязательном порядке по умолчанию, сдвинут на год. Пока же можно выбирать. В январе этого года поступило 490 заявлений. Правило – это верующие люди, глубоко верующие люди, которые не хотят, чтобы их… не хотят просто пользоваться электронными средствами. Изменение в закон об административной ответственности инициировало Новочебоксарское собрание депутатов. Парламентарии города Спутника предложили ужесточить наказание должностных лиц за игнорирование депутатских запросов. Размер санкций не изменялся с 2003 года. К примеру, неисполнение законных требований депутата Государственного совета, либо создание препятствий и осуществление его деятельности на сегодняшний день составляет от 2 до 3 тысяч, предлагается от 3 до 5 тысяч рублей, аналогично предлагается и по статье 6 и 6.1. Данные изменения согласованы, неоднократно обсуждались на рабочих группах Государственного совета и на заседании комитета, предложенные к принятию в первом чтению. Кроме того, депутаты Госсовета Чувашии заслушали отчет Министерства внутренних дел о работе за прошлый год и рассмотрели ряд других вопросов. Елена Гальперина, Евгений Анисимов, Республика. Кринем универсальных электронных карт.